Всем привет, ребята! Сегодня я продолжу экспериментировать с миксером. Помните, как я делал в нем лизуна? Тогда лизун оказался настолько густым, что чуть не застопорил лопасти миксера. И вот я решил проверить, можно ли найти среди обычных продуктов в магазине что-нибудь такое густое, которое наш миксер не смог бы перемешать. Погнали в магазин! В общем, пришел я в супермаркет и начал ходить-бродить в поисках густых продуктов. И первое, что мне попалось на глаза, это нутелла. Я взял самую большую банку нутеллы. А потом я увидел мед. Медок. Он тоже очень густой, и поэтому я его взял. Ну и третий продукт, который я нашел, это вареное сгущенное молоко. Ириска. Тоже идет в корзину. Итак, ребята, вот они, три самых густых продукта, которые я нашел в магазине. Мед, нутелла и вареная сгущенка. И знаете, что я придумал? Я попробую смешать все эти три продукта вместе в моем миксере. Интересно, справится ли он с этим заданием? А, кстати, я все время забываю вам показать, что случилось с измельченными шариками Орбис. Помните теми, что были после соковыжималки? Я еще положил туда три целых шарика, и вот что с ними случилось. Я думал, что получится порошок, но они слиплись, и получились вот такие цветные комочки. А вот эти три целых шарика. Они тоже высохли и стали малюсенькими, как и были. Вот такие дела. Итак, ребята, приступим к нашему эксперименту. И первым делом я залью мед в наш миксер. Открываем. Смотрите, какой он темный и густой. Поехали! Будем считать, что вылили весь. Смотрите, сколько его получилось. Ну что же, давайте попробуем включить миксер с медом и посмотреть, как он будет размешивать мед. Поехали! Вау! Смотрите, как прикольно это выглядит. Как будто топленый сахар или жидкое стекло. Миксер легко перемешивает мед, несмотря на то, что он густой. О, смотрите, мед наполнился пузырьками воздуха и перестал быть прозрачным. А ну, если в турбо-режиме включить. Все равно справляется. Молодец, миксер! Так, ребята, ну а теперь давайте усложним задание нашему миксеру. Добавим вареного сгущенного молока. Или, иными словами, ириску. Вот такая вот ирисочка, довольно густая. Кстати, я очень люблю такую штуку с батоном и с чаем. Это просто тема. Кто тоже любит, ставьте обязательно лайк. Выгребаем это все. О, смотрите, оно не то, что не вытекает. Оно прям как желе, как пасочка. Смотрите, какая тынс. Все сюда. Классненько, да? И тут пусто. А ну-ка я хоть немножечко попробую. Вкусняшка. Реально как будто ириска. Ну что же, давайте втыкаем и пробуем включать. Давай-давай-давай-давай, я знаю, что ты сможешь. Смотрите, что там творится. Очень жесткий замес, ребята. Но, по-моему, миксер справляется с этой задачей. Ну, пускай еще чуток помешает, чтобы образовалась однородная масса. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут получилось. А получился у нас продукт под названием мечта сладкоежки. Смотрите, какое оно густющее. Это просто капец. Класс, красиво стекает, правда? Можно замутить шоколадный фонтан. Сто процентов получится. Слушайте, а давайте попробуем на вкус. Что же это такое у нас вышло? Такс. Ребята, это нереально сладко. Дайте мне проглотить. О, жесть. Это просто супер-супер-супер сладкая штуковина. Кстати, самое интересное, что по вкусу преобладает мед, а по запаху преобладает вареная сгущенка. Интересный микс, да? Ну, а по цвету? По цвету что здесь преобладает? Напишите в комментариях. Но стекает оно красиво, да? Ух-ух. Кстати, это же новый продукт. Нужно его как-то назвать. Например, сгущеметка. Или нет, медосгущка. Или нет, ирисомедовка. Короче, напишите свои варианты в комментариях. Самый смешной комментарий попадет в следующее видео. Ну, а мы добавим третий ингредиент. Нутеллу. Ой. Ой. Нутелла, она же тоже очень густая. И это усложнит задачу для нашего миксера. Так. Ох-х-х-х-х. Шоколадище. Давай, вылезай. Кстати, кто любит нутеллу, напишите в комментариях. Я тоже очень люблю. Правда, она очень дорогая. Я ее редко покупаю. Вот такую банку. Я вообще не помню, когда покупал. Это специально для видеоролика. Я купил такую огроменную банку. Я знаю, сейчас многие напишут, отдал бы лучше мне, отдал бы лучше мне. Ну, так ты один съешь, а так очень многие зрители увидят этот эксперимент. Это же для науки. Ребята, вы что? Блин. Я задолбался уже вышкребать его отсюда. Так, ладно. Будем считать, что я все достал. Ить, выпадай. Ну, что, дорогая, что ты скажешь? Точнее, дорогой. Ты же миксер. Включаем. Вау, смотрите, что там творится. Как оно там вздыбилось. Прям какой-то вал образовался. Посмотрите. Блин, оно там сейчас, наверное, вывалится через край. Но, на удивление, ничего не вываливается. Смотрите, оно тут прямо на самом краешке, но не вываливается. Прикол какой-то. Вау, вот это лава. Буль. Выглядит, как будто шоколад, правда? Вот это густота. Смотрите, как оно медленно течет. Но красиво же, правда? Чем-то даже немного лизуна напоминает. Слушайте, мне даже тяжело это ложкой перемешивать. А миксер крутил себе хоть бихны. Вот это он мощный. Слушайте, это какая-то почти не ньютоновская жидкость получилась. Такая густая. Сложно пробить. Что, ребята, давайте попробуем эту штуку на вкус. Какая она интересна. Так, возьму чуть-чуточку. Ребята, очень необычный вкус. Я чувствую мед и шоколад. А сгущенку вообще не чувствую. Хотя нет, есть немного. Но оно очень мега сладкое. Ребята, это, наверное, самое сладкое, что я пробовал в жизни. Мне кажется, от одной этой ложки может слипнуться попа навсегда. Кстати, напишите, как этот продукт можно назвать. Самые интересные варианты попадут в следующее видео. Кстати, ребята, угадайте, что это у меня в руках. Никогда не догадаетесь. Когда-то я делал лизуна из нутеллы и маршмеллоу. Так вот, он застыл и превратился в камень. Это нутелла, смешанная с расплавленным маршмеллоу. Эта штука не портится. Лежит у меня уже на полке, наверное, целый год. И ничего с ней не происходит. Такой себе камень. Пахнет нутеллой до сих пор. Вот такой вот, ребята, у нас получился эксперимент сегодня. Миксер справился и замешал три самых густых продукта, которые я купил в магазине. Кстати, может, у вас есть идеи, что еще густое можно дать моему миксеру? Напишите обязательно это в комментариях, и я это попробую. Ну, а на сегодня все, ребята. Всем желаю удачи. Пока-пока. Что мне с этой штукой делать? Не знаю. Выбрасывать жалко. Придется съесть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok